Медицинская помощь Экстренная и неотложная Случаем делары занимается бригада неотложной скорой помощи Летом 2013 года был издан приказ Минздрава Российской Федерации 388 Которым утвержден новый порядок оказания скорой и специализированной медицинской помощи в Российской Федерации Он принес целый ряд, скажем так, ну может быть даже неожиданных изменений С которыми столкнулась как наша служба, так и жители нашего города Неотложные вызова Что вызывает у населения наибольшее, скажем так, возмущение, недовольство и жалобы, безусловно Это то, что есть поводы, на которые мы приезжаем с задержкой несколько часов и такое бывает Что у вас с ним случилось? Выдыхается, да? Выявляется 82-й записал, 14-30 подъедет, скорая ждите Диспетчеры 03 Они обучены и пользуются определенным алгоритмом разговора По результатам которого этот разговор занимает определенное время Это, кстати, тоже вызывает возмущение многих вызывающих скорую помощь А чего задают лишние вопросы? Они не лишние Они построены таким образом, что по результатам этого вопроса Диспетчер выходит на определенное правильное тактическое решение Какую бригаду направить, в какую очередь, наверное, с этого надо начать И какие дальнейшие перспективы выполнения этого вызова На настоящий момент служба скорой помощи может оказать помощь одномоментно 650 пострадавшим Одномоментно Это взято с учетом Лутеляка Каждые сутки больше тысячи вызовов идет у нас В воскресный день у нас было 1350 вызовов В принципе, население обращается, ничего не хочет понимать Что надо лечиться именно у участкового врача Выполнять Там при поликлиниках создана неотложная помощь Неотложная помощь это... Ну, в принципе, выезжает врач в поликлинику Который может откорректировать лечение Назначить другие препараты и так далее Наверное, следует сказать Есть ряд изменений, которые также для нас и болезненные И существенные Это, например, в этом документе не нашлось места Таким важным, на наш взгляд, специалистам скорой Как кардиологическим бригадам, неврологическим бригадам Ну и целым ряду других узкопрофильных бригад Которых почему-то оставили за бортом Эти специалисты продолжают пока работать Но статус их пока не определен Все остальные изменения, они не столь существенны Ну, например, основная единица в будущем Будет специалист среднего медицинского звена Врачебные бригады постепенно вытесняются из службы скорой медицинской помощи Если говорить о далекой перспективе То в будущем наша скорая помощь обратится к прозападной модели И на смену медикам придут парамедики Люди, не имеющие медицинского образования А лишь обученные основным навыком оказания первой медицинской помощи Наверное, и парамедики могут в определенных случаях справиться с оказанием помощи И скорейшей доставкой в стационар Но очень много ситуаций, когда на этапе догоспитальной помощи Необходимо оказать грамотно и с первой минуты в полном объеме помощи Ну, допустим, инфаркт миокарда Если парамедик не может прочитать электрокардиограмму То, соответственно, он не сможет выбрать правильное направление Тактическое в оказании помощи То есть, поэтому это спорный, дискутабельный вопрос И если определить приоритет доставки в стационар То, конечно, основная нагрузка, основная работа Перейдет на стационарный этап А мы будем только доставлять больных Вы знаете, есть вот такие приезжают, которые опытные Это другое дело А в основном приезжают, я не знаю, или студенты Совсем молоденькие Поэтому они несовершенные еще У меня муж инвалид первой группы После инсульта Когда бы я не вызвала скорую помощь Отличные врачи Грамотные очень И нам хорошо помогали И вот и всегда это приезжают быстро Приехали по первому вызову В принципе, без проблем, без дополнительных вопросов Ждала я, ну, минут, наверное, 8-10 Отвезли до ближайшего больницы Толку от них мало, я скажу вам Я сама медработник Приезжают, делают тройчатку Он альгендимедрол И противосудорожный И все, уезжают Уехали, я чуть не кончилась Хорошо, что дочка пришла Я бывал во многих странах С развитой системой здравоохранения В Соединенных Штатах Во Франции, Финляндии Знакомился с работой Экстренной службы И, вы знаете, такого количества Звонков и обращений на скорую помощь Нет ни в одной стороне мира Ну, я имею в виду, там, где я был Нельзя рассчитывать только на помощь со стороны Нужно быть готовым К оказанию этой помощи Самому себе Сколько сегодня Говорится о том, что при болях в сердце Необходимо иметь в домашней аптечке Аспирин Необходимо иметь нитролицерин Хотя бы вот эти два медикамента Если ты ничего этого не имеешь И заранее не подумал о том, что тебе уже 50 лет И ты в кризисном возрасте По сосудистым заболеваниям То, конечно, думать, что кто-то успеет Тебе приехать и оказать помощь Ну, это наивно Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому